Размер зарплаты алтайского заводчанина почти на 30% меньше, чем, к примеру, в соседней республике Алтай и наполовину ниже, чем в Красноярском крае. Об этом говорят алтайские парламентарии, парируя к данным из отчета губернатора Виктора Томенко. Резонанс вызвал и показатель среднедушевого дохода. В разные месяцы, по данным официальной статистики, его размер не больше 20 тысяч рублей. И это при том, что прожиточный минимум 12 тысяч. Кто-то может объяснить, как человеку прожить при той ситуации, когда реальный доход гражданина составляет чуть больше 20 тысяч, а прожиточный минимум почти две трети от этого дохода. Такие пропорции не являются нормальными. Только вот этих цифр, по мнению фракции, достаточно, чтобы оценить работу высшего органа исполнительной власти как неудовлетворительную. Партия коммунистов единственная не высказала свое «за» или «против» поддержку отчета главы региона. Остальные фракции дали в целом положительную оценку работе губернатора. Но без критики не обошлось. Из доклада в доклад кочевала тема низкого уровня зарплат. И даже повышение ее в прошлом году, замечают депутаты, остались незамеченным для населения из-за инфляции. В особенной ситуации оказались вчерашние студенты. Низкие зарплаты молодых специалистов в образовании, здравоохранении, культуре, спорте на гос и муниципальной службе. У нас в крае, в этих отраслях, зарплаты и так в целом невысокие. Но максимум, на что, как правило, могут рассчитывать молодые специалисты, это МРОД. Однако, в целом, слушая отчет губернатора, складывается впечатление, что 2021 год был неплохим. Есть успехи, например, в промышленности. Предприятия произвели и продали почти на треть, больше, чем годом ранее. Объем воловой продукции и сельского хозяйства вырос в полтора раза по сравнению с 2020 годом. Жилья стало на 1 миллион квадратных метров больше. На нашем особом контроле вопрос обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. Благодаря совместной работе с депутатами Алтайского краевого законодательного собрания, с прокуратурой Алтайского края, в 2021 году совместно нами был найден способ решения много детей-проблемы обеспечения жильем детей-сирот путем предоставления сертификатов жилищных. По итогам только 2021 года 125 детей-сирот получили жилищные сертификаты на покупку квартир. В настоящее время их число уже более 300 человек, а 100 человек уже превратили эти сертификаты собственно в свое жилье. Отдельно подчеркнем, что фракция КПРФ просила включить в повестку сессии вопрос о возвращении к прежнему пенсионному возрасту. Волна такой инициативы началась во многих региональных парламентах страны. Но депутаты Алтайского края большинством голосов накануне проголосовали за снятие этого вопроса. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.